Регулятор Аквалунг Титана Шестигранники на 8 и на 6 Нам понадобится смазка Я использую только кислородостойкую смазку Нам понадобится манометр для регулировки установочного давления Понадобится специальный инструмент Этот инструмент облегчает разборку регулятора И понадобится съемник для о-рингов А также разводной ключ Первым делом мы отсоединим все шланги от нашего регулятора Для этого как раз и будем использовать разводную ключ Скажу по секрету Регулятор я подготовил для сервиса заранее Поэтому то, что этот регулятор у меня легко будет разбираться Это не характерно На самом деле после года использования регулятор разбирается с определенными усилиями Очень важно использовать правильный инструмент при разборке Иначе мы можем повредить регулятор Итак, мы открутили все шланги А дальше нам надо снять пластиковую пробку И декоративный колпак сверху первой ступени Колпак снимается с помощью отвертки Он сделан из достаточно эластичного пластика Поэтому не бойтесь его погнуть или сломать Так, дальше берем наш шестигранник И откручиваем вот эту часть Где у нас регулировочная пружина Вы видите, в каком состоянии все внутри Все окислено Значит, вода попадала внутрь Это очень плохо Дальше берем шестигранник на 6 мм Откручиваем эту часть Этим же шестигранником Выдавливаем о-ринг И фильтр Тоже вы видите Все окислено Далее под шестигранником на 8 Выкручиваем вот эту пробку Под ней находится пружина И седло клапана Тоже все в достаточно плачевном состоянии Так, и дальше нам понадобится ключ на процеду Чтобы открутить вот эту часть На самом деле вам придется приложить усилия Чтобы открутить трудно откручивающиеся части От регулятора Не используйте тиски Вернее, тиски надо использовать Но нельзя зажимать в них корпус регулятора Для этого используется как раз вот этот инструмент Вы выворачиваете его в один из портов Тот, который вам удобен Эта часть зажимается в тиски И здесь уже вы работаете ключом Откручивая Так, со всеми трудно откручиваемыми деталями Дальше вынимаем, собственно, сам наш клапан И вынимаем мембрану Все Теперь надо все очистить Для того, чтобы очистить все эти окислы Нам понадобится либо уксус Обученный уксус 5% Но лучше, конечно, если у вас есть Использовать ультразвуковую валну Если вы не уверены в своих силах Лучше не беритесь за обслуживание регулятора самостоятельно Отдайте его на обслуживание в сервис Также, если у вас нет специального инструмента Вам просто придется это сделать Перед тем, как отправить детали в кислотную ванну Не забудьте удалить все о ринги Нам надо удалить О ринг Основной баллонной Так, о ринг, который прижимает фильтр У нас уже удален И вот с этой детали надо удалить О ринг Вернее, два о ринга И одно пластиковое колечко Этот о ринг хорошо виден И вот здесь внутри, обратите внимание Есть маленький о ринг И под ним еще пластиковое кольцо Его тоже надо удалить Вот так Как видите, после 10-ти минутной кислотной ванны Наши детали выглядят как новенькие То есть все окислы у нас пропали Все мы очистили То есть здесь чисто, здесь все чисто И сейчас мы будем приступать к сборке регулятора Распечатываем наш ремнабор Старые детали, чтобы не путаться Отложим в сторону Здесь у нас все новенькие детальки И внутри также находится перечень деталей Которые есть в этом ремнаборе Вернее, здесь есть полный набор у рингов Не просто перечень деталей Так, приступим Значит Ставим клапан Дальше ставим мембрану Закручиваем Сейчас я сделаю предварительную затяжку Потом окончательно подтяну это уже на закрепленном регуляторе Так, дальше берем новое седло клапана Берем наше новое пластиковое колечко Вставляем его на место Дальше берем о-ринг Наносим на него смазочку Я использую исключительно кислородную смазку Для всех своих регуляторов Вне зависимости от того Использую я его на обогащенных смесях или нет Надо все аккуратненько установить Ничего не повредить Так, мы установили внутренние о-ринги Теперь ставим внешний о-ринг Тоже смазываем его Ставим на место Так, готово Пружинку Седло клапана Все это в регулятор После того, как поставили Открутили назад Убедились, что Седло клапана Встало правильно Вот оно у нас там Стоит ровненько на клапане И закручиваем эту пробку Ставим опорную тарелку пружины Саму пружину Регулировочную крышку Закручиваем Дальше Берем Нашу Буксу Ставим у нее Новый фильтр Ставим О-ринг Не забываем смазывать Все о-ринги Смазкой Далее Так Чтобы не повредить Этот о-ринг При установке Сейчас будем Накручивать регулятор На него Вот в таком положении Чуть не забыл Прежде чем одевать Пластиковую крышку Нам надо затянуть Вот эту часть регулятора Сейчас я использую Свой специнструмент И тиски В которых я это все закреплю И буду затягивать Дальше Можем поставить Наш Защитный Декоративный чехол И у нас осталось Достаточно много О-рингов О-ринг Баллонный Сейчас мы его установим Тоже можно нанести смазку Так И еще о-ринги Что это за о-ринги Это о-ринги Для наших шлангов Их надо тоже менять При каждом сервисе Удаляем Со всех шлангов Старые о-ринги И меняем их на новые Не забываем Наносить смазку На новые Кольца Поставили И сразу начинаем Собирать регулятор Собирать регулятор Так Все шланги прикрутили Осталось проверить Качество сборки И сделать регулировку Поэтому прикручиваем Наш регулятор К баллону Нам нужен Манометр Для проверки Установочного давления Подсоединяем его К шлангу инфлятора И запускаем давление Как видите У нас сейчас Давление Установочное давление 7,5 атмосфер Нормальное давление 8,5-9,5 атмосфер Берем шестигранник на 8 И начинаем Закручивать Так Сбрасываем Проверяем И вот мы имеем 9 атмосфер То, что мы и добивались Все Сервис Закончен Отсоединяем Все Регулятор Обслужим А мы прощаемся С вами Удачных вам погружений И подписывайтесь На наш канал О дайвинге И путешествиях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!